Ответ Тегниля на резкую критику в ДН. Принципиальные ошибки. СВТ, Швеция. Рекард Лан Лувис Хаккинин. СВТ, Швеция. 15 апреля 2020 года. Главный эпидемиолог Швеции Андерстегниль, Андерстегнил, ответил сегодня на масштабную критику, которую 22 ученых высказали в газете Дагенснейтер в отношении стратегии, принятой властями для борьбы с коронавирусом. В этой статье есть принципиальная ошибка, сказал Тегниль по поводу показателей смертности, от которых отталкиваются авторы статьи в Дагенснейтер. 22 исследователя, профессора и врача в статье, опубликованной в Дагенснейтер, потребовали, чтобы в ситуацию с радикальными мерами вмешались политики. Они пишут, что позиция Департамента общественного здоровья оказалась провальной по нескольким пунктам осуждают действия властей. Избранники народа, на которых лежит главная ответственность, должны вмешаться. Другого выхода нет, пишут они, указывая на последнюю статистику, которая свидетельствует, что в Швеции смертность в 10 раз выше, чем в Финляндии. Далее они пишут, что Департамент общественного здоровья посоветовал всем вернувшимся из итальянских Альп жить, как обычно, если у них нет симптомов, и что многие до сих пор отрицают, что именно распространение инфекции людьми и без симптомов сильно увеличило смертность среди пожилых. Сейчас показатели Швеции сильно отличаются от показателей соседних стран, однако власти до сих пор не склонны менять свои рекомендации. Тегниль. Показатели смертности ошибочные. Департамент общественного здоровья пришлось отвечать на критику ученых на сегодняшней пресс-конференции, которую Андерс Тегниль начал с категорического опровержения того, что департаменты якобы не работают над стратегией. Во-первых, я хочу решительно опровергнуть заявление, что у нас нет проработанной стратегии. Она у нас, конечно, есть, сказал Тегниль. По словам Тегниля, цифры в критической статье не соответствуют действительности, а также в ней есть ряд других принципиальных ошибок. Также он указал на то, что некоторые страны, например, Италия, регистрируют лишь смерти в больницах, а значит, цифры разных стран трудно сравнивать. Количество смертей, которые они приводят, ошибочное, оно не соответствует нашим шведским данным, сказал Андерс Тегниль. Цифры менее важны вечером авторы критической статьи и добавили к ней уточнение. По нашему мнению, сами по себе процитированные цифры не так важны, как принципиальное развитие пандемии, на которые мы сейчас пытаемся указать. Однако приведенные нами в статье показатели совпадают со статистическими данными на трех самых популярных международных сайтах – сайте ВОЗ, сайте Школы медицины университета Джона Хапкинса и сайте Уарл Домитер. Эти же сайты в свою очередь берут материалы из ежедневно обновляющихся отчетов, которые можно найти на сайте Европейского центра профилактики и контроля болезней, ЕЦПКС, написали они. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.